Сегодня вебинар о процедуре подачи документов в колледж программирования и кибербезопасности. Прежде чем мы с вами перейдем непосредственно к повестке нашего собрания, хотелось бы представиться. Меня зовут Леонид Дмитрий Алексеевич. Я являюсь ответственным секретарем приемной комиссии РТУМИРА и, соответственно, как раз-таки в первую очередь контролирую все вопросы, связанные с подачей документов. Давайте определим способ взаимодействия сегодняшнего. Вы можете со мной взаимодействовать посредством чата, то есть отправлять сообщения в чат. Есть сверху справа вкладочка «Вопросы». Дублировать чат и вопросы, наверное, смысла никакого нет. Вы можете сразу в чат писать все то, что вас интересует. Если вдруг я могу по ходу повествования на ваш вопрос ответить, я сразу же отвечу. Если нет, то я в любом случае после завершения, скажем так, своей повествовательной части вернусь к чату, и мы с вами по всем вопросам от начала и до конца пройдемся. Что касается презентационных материалов, я включу демонстрацию экрана. На демонстрации экрана я буду показывать основные элементы, то есть основной функционал нашего сайта, через который вы сможете подать документы. Мы с вами рассмотрим основные способы подачи документов, как это, в принципе, осуществляется именно с точки зрения механики, механизмов. И с вами рассмотрим, где какую информацию, в принципе, можно найти, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, а вебинара под рукой не окажется. Так, давайте потихонечку в таком случае начинать. Запущу сейчас демонстрацию. Так, вам сейчас должно быть видно экран. К сожалению, я сейчас должен буду переключаться периодически. Вот скажите, если я вот так делаю, экран видно? Сайт с приемной комиссией. Сайт с приемной комиссией видно. Отлично. Итак, прием.мира.ру – это основной источник необходимой информации, которая может потребоваться вам в рамках текущей приемной кампании. Так как мы с вами рассматриваем в первую очередь поступление на программы колледжа, то нас с вами интересует вот этот раздел, посвященный колледжу. В рамках этого раздела все достаточно интуитивно понятно. Можно почитать непосредственно о колледже, узнать о программах обучения, порядок поступления изучить, рассмотреть вопросы целевого обучения и понять вообще, какие вступительные испытания требуются или не требуются вовсе. Можем, наверное, быстренько пройтись по основным моментам. Самый основной момент – это программы обучения и число мест. Я увеличу изображение, чтобы вам было на демонстрации экрана чуть лучше видно. Соответственно, мы с вами здесь видим шесть направлений. Прошу прощения, шесть специальностей. Эти специальности доступны для поступления как на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости обучения. Прошу обратить внимание на то, что количество мест как на бюджете, так и на платном ограничено. У нас, соответственно, бюджетные места отдельно указаны, отдельно указаны платные места. Обратите внимание на то, что где-то платных мест совсем-совсем немного. Конкурс у нас как на бюджет, так и на платное. Поступление на основании аттестата за девять классов. Соответственно, оцениваются непосредственно оценки, которые вписаны в ваш аттестат. Давайте перейдем к порядку поступления. В порядке поступления мы видим основные вопросы, которые нас с вами могут заинтересовать. Это порядок поступления, это даты приема документов. Обратите внимание на срок с 20 июня по 15 августа. С 20 июня приемная комиссия уже открыла свои двери, уже можно приезжать и подавать документы. Если у вас уже на руках находится аттестат, и документы мы принимаем до 15 августа. Аттестат, как я уже сказал, исключительно за девять классов. На основании аттестата за одиннадцать классов прием в колледж у нас не осуществляется. Документы необходимы следующие. Это ваш паспорт, оригинал или копия документа о предыдущем образовании, соответственно, за девять классов. Согласие на обработку персональных данных. И обратите внимание, отдельно есть пример для заполнения. Согласие на распространение персональных данных. Аналогично. Помимо этого, необходимы еще фотографии. Точно так же фотографируетесь и приносите тогда же, когда сдаете документы. Дополнительно вы можете предоставить следующий. Это договор о целевом обучении. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения. И документы, содержащие сведения о результатах сдачи ОГЭ. Документы, что касается документов и сведений, содержащих результаты сдачи ОГЭ. Большая просьба сдавать их в любом случае. Почему? Потому что у нас, давайте сейчас вернемся чуть-чуть назад. Программа обучения число мест. И зайдем, например, 0.9, 0.2, 0.6. Откроем новые вкладочки. И посмотрим средний балл по прошлому году. Точнее, не средний балл, а минимальный проходной балл. Проходной балл на бюджет у нас был 4,5. Соответственно, балл высокий. Если мы с вами будем смотреть дальше информационные системы и программирование, то здесь у нас средний балл 5,0. Но теперь обратите внимание. Вот у нас на информационные системы программирования 50 мест. И представьте, это, грубо говоря, 50 человек со средним баллом 5,0. Очевидно то, что этих людей нужно как-то отранжировать. Верно? Чтобы их успешно и удачно отранжировать, нам необходимо получить о них дополнительные сведения. Этими дополнительными сведениями как раз таки и может являться результат сдачи ОГЭ. Почему? Потому что он также влияет на ранжирование списков. Соответственно, чем больше информации вы предоставите, тем, грубо говоря, проще вам будет быть зачисленным. Вернемся обратно на страничку с порядком поступления. Так, соответственно, первый момент, который нам необходимо отметить. Это то, что результаты сдачи ОГЭ мы, скажем так, не опционально сдаем, а вот прям максимально-максимально рекомендую их подавать. То есть это вот не что-то такое, что подам, не подам, какая разница. Это важно. Это действительно важно. Дальше. Какие индивидуальные достижения учитываются? Учитывается у нас статус победителя и призера определенных олимпиад из перечня Министерства просвещения. Статус победителя и призера конкурса Абилимпикс. Наличие статуса победителя и призера чемпионата WorldSkills. Наличие статуса чемпиона и призера или призера олимпийских, паралимпийских или сурдолимпийских игр. Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы олимпийских игр и игр, которые выше перечислены. Соответственно, это те индивидуальные достижения, которые учитываются. Да, список не то чтобы очень большой. В рамках высшего образования список сильно больше. Но при этом это все равно тот самый список, на основании которого можно показать, что вы, скажем так, лучше, чем ваши конкуренты. Так, смотрим дальше. Дальше вас может заинтересовать целевое обучение. Целевое обучение – это возможность подать документы и предварительно заключить договор о целевом обучении с некой направляющей организацией. Договор о целевом обучении предполагает то, что вы в какое-то время, то есть в течение, наверное, двух-трех лет после завершения обучения по программам среднего профессионального образования отработаете в той организации, с которой вы заключили данный договор. Наличие целевого договора является также преимущественным правом при прочих равных. Следующее, что нас с вами может интересовать – это вступительные испытания. И здесь самая, наверное, короткая страница, которую вы только могли видеть. Никаких дополнительных, особенных, отдельных, внутренних вступительных испытаний у нас нет. Прием осуществляется исключительно на основании девяти классов. Текущий конкурс и статистика прошлых лет, раздел, который будет вам доступен после подачи документов. То есть как только будут опубликованы конкурсные списки. Приказы о зачислении, соответственно, аналогичны. И давайте перейдем в раздел «Платное обучение». Платное обучение – это последний такой индивидуальный раздел в рамках подраздела колледжа. Соответственно, что мы с вами можем увидеть по платному. Стоимость мы можем оценить в гиде по специальностям и направлениям. Это первый момент. Второй момент – зачисление, возможно, при следующих условиях. Это подача заявления с приложением комплекта документов в те же сроки, что и на бюджетные места. Вы также подаете оригинал до 15 августа. Заключаете договор об оказании платных образовательных услуг. После того, как вы увидите себя в списках, рекомендованных к зачислению. И, соответственно, заключить договор в этот можете только на ту специальность, на которую вы рекомендованы к зачислению, что логично. И внесение оплаты в размере не меньше величины первого платежа, предусмотренного договором по данному направлению. Типовые формы договора также можно увидеть на этой страничке, скачать, посмотреть, потенциально даже заполнить. Опять-таки, все в том же порядке, то есть в каком вам удобнее. Мы с вами потихонечку переходим непосредственно к подаче документов. Потому что, обратите внимание, вот раздел колледжа, дальше у нас официальный документ, это общий раздел, гид по специальностям общий раздел. Календарь мероприятий, вот последнее, что мы щелкнем, тоже общий раздел. Но в рамках этого календаря вы можете увидеть все интересующие мероприятия, которые проводятся в рамках нашего ВУЗа с абитуриентами, со школьниками. Соответственно, посмотреть, что вам интересно, записаться, приехать, принять участие в мастер-классе, или может быть в экскурсии, или может быть как прямо сейчас в каком-то вебинаре. Итак, следующий момент. Это, непосредственно, подача документов. Вот, вернусь на главную страницу, прямо с главной страницы у вас есть зеленая кнопка, даже две. Эта кнопка «Подать документы». Вот она сверху зелененькая, из любого раздела можем ее нажать. И в центре страницы тоже еще одна зелененькая кнопочка на подачу документов. Ну, можем хоть в филиалы уйти. Вот так. И все равно кнопочка «Подать документы» для нас будет активна. Нажимая кнопку «Подать документы», вы попадаете в форму регистрации, ну или же авторизации, в личный кабинет абитуриента. Если у вас уже есть этот личный кабинет, то замечательно, вы вводите логин и пароль и, по сути, авторизуетесь в системе. Если у вас нету логина и пароля, то в таком случае необходимо будет зарегистрироваться. Мы же с вами сейчас пройдем весь путь от самого начала и до конца. Допустим, у меня логина и пароля нету, и я хочу зарегистрироваться. Нажимая кнопочку «Регистрация», ввожу свои персональные данные. Давайте увеличу, чтобы было удобнее. Номер телефона и адрес электронной почты. После чего нажимаем «Продолжить регистрацию». Нас здесь просят указать, проверить наши персональные данные, после чего указать данные об образовании. Например, я могу указать «Обучаюсь в городе Москва или в городе Фрязино» и какое-нибудь образовательное учреждение. Без разницы, какое выбрать. Если вдруг моего образовательного учреждения в списке нет, то ставлю вот эту галочку и ввожу образовательное учреждение от руки. В каком классе обучаетесь? Ну, аналогично. Выбираем класс и после этого подаем документы. Ну, в данном случае давайте вот у нас девятый класс, чтобы все было аутентично. Кто вы? Школьник, поступающий? Абсолютно верно. Да, гражданин Российской Федерации, согласен получать информационные сообщения и даю согласие на предоставление работникам университета моих данных для обработки. Так, соответственно, дальше вводим логин и пароль. Ну вот, я неправильно ввел пароль. Давайте еще раз попробуем. Успешно зарегистрирован. Мне на почту пришло подтверждающее письмо, чтобы я смог подтвердить свой аккаунт. Я сейчас это сделаю. Вам я, скажем так, процесс подтверждения показывать не буду. Единственное, что могу сказать, что там открывается просто письмо, и в этом письме вы просто нажимаете кнопочку, если я верно помню, принять. Сейчас мне самому придет это сообщение. Так. Так. Сейчас почему-то я не вижу необходимого письма. Ага, все. Вот оно мне пришло. Отлично. Нажимаю кнопочку «Подтвердить адрес электронной почты», и, соответственно, в дальнейшем я могу уже с личным кабинетом взаимодействовать. Давайте здесь нажмем «Выйти» и введем полученные данные. Как только мы ввели данные и авторизовались в системе, мы с вами можем продолжить настройку своего, скажем так, личного кабинета. Мы. Школьник-поступающий. Да. Бакалавриат или специалития от нас интересует колледж. Площадка обучения. Ну, соответственно, Москва. Потому что колледж у нас находится исключительно в Москве. И указываем гражданство. Гражданин РФ меня лично более чем устраивает. Нажимаем «Сохранить». И попадаем мы с вами в личный кабинет абитуриента школьника. Личный кабинет абитуриента школьника – это очень важный инструмент. Почему он важный? Прошу прощения. Почему он важный? Потому что через личный кабинет вы можете изучить материалы, связанные с подачей документов. Вы можете посмотреть списки подавших. Вот она кнопочка, да. Вы можете, что важно, записаться на посещение. Давайте посмотрим, что эта кнопочка делает. Соответственно, нажимаем «Записаться», выбираем услугу, которая нас интересует. Ну, например, мы выбрали подачу документов. Выбрав подачу документов, мы с вами можем определить день и время, на которые мы хотим записаться. Допустим, нажимаем «Подтвердить запись». И вот так вот она у нас будет выглядеть. В принципе, если изменились планы или что-то пошло не так, как вам хотелось, запись можно удалить. И, в принципе, можно даже прийти без предварительной регистрации. Единственное, что то, что с предварительной регистрацией придется дольше ждать. Ну, в плане, если вы, не так сказал, без предварительной регистрации придется дольше ждать. Если же вы регистрируетесь на посещение, то в таком случае для вас процесс подачи документов пройдет сильно быстрее. Тут же у нас есть ответы на частые вопросы. Обратите внимание, насколько у нас большой раздел. Здесь вопросы, касающиеся непосредственно приема. Соответственно, рекомендую всем, как минимум, для начального ознакомления. Смотрим, что у нас дальше есть. Гид по специальностям, я думаю, отдельно не будем смотреть. Это просто страница, где перечислены все наши специальности и направления. Основное, что нас интересует, нас может интересовать сменить данные, которые мы указали. Вот здесь есть кнопочка «Редактировать». Соответственно, нажимая на нее, вы можете отредактировать свои персональные данные. Но если, скажем так, предположим, что с персональными данными никаких проблем нет, то в таком случае мы идем на кнопочку «Подать документы». Большая зеленая кнопка. Подача документов. Вот так вот выглядит уже личный кабинет непосредственно системы подачи. В рамках этого личного кабинета мы с вами можем выбрать роль. Роль у нас одна единственная, это «Поступающий». Да, активируем. Выбралось. Соответственно, выбрав эту роль, мы с вами можем либо изучить раздел «Новости», в котором, к сожалению, на текущий момент пусто, ибо раздел «Абитуриентам», то есть посвященный «Поступлению». Здесь у нас в том числе уникальный, не уникальный личный номер приемной комиссии, куда вы можете позвонить по интересующим вас вопросам. Дальше. Вы, скорее всего, будете заинтересованы в том, чтобы сформировать заявление и подать документы. Для этого есть кнопочка «Заявление». Вы выбираете «Колледж программирования и кибербезопасности РТУМИРА». И в «Колледже» вы можете нажать на кнопочку «Подать новое онлайн заявление». Здесь подтянутся все ваши, скажем так, особенности. Что нас здесь на первом этапе может интересовать. Первое. Я уже получил образование. Основное общее 9 классов. Абсолютно верно. Я хочу поступать на образовательные программы. Среднепрофессиональное образование. Кольтехникум. Тут отдельно выбираем, есть ли договор о целевом обучении. Отдельно напоминаю о том, что договор о целевом обучении у нас на самом-то деле является исключительно преимущественным правом. Нажимаем «Далее». Здесь мы можем выбрать направление, что как бы важно. Что касается направлений. Обратите внимание, 6 направлений, как мы с вами до этого изучали. Все они же указаны. Указана форма проведения, очная. Все наши направления в очной форме реализуются. Каждое направление вы можете выбрать. Допустим, нас интересует очная форма колледжа программирования. Не совсем туда внес. Да, вот у нас раздел, который нас интересует. Здесь мы изначально в формирующем подразделении делаем отсев. Соответственно, здесь вот наше направление. Давайте 090206. Общий конкурс. Пока его добавили. Так, у нас с вами два конкурса. Давайте третий. Общий конкурс. Итак, мы с вами выбрали три конкурса. И там, и там. Даже не так, давайте вот так. Вот так для наглядности. Так интереснее и красивее будет. Вот у нас с вами три общих конкурса. Соответственно, мы с вами хотим на одно из них поступить. У нас здесь система приоритетов. И система приоритетов это, с одной стороны, очень удобный и интересный механизм. С другой стороны, это механизм, который требует дополнительно подумать и сформировать решение. На какое направление вы хотите поступить больше всего. Обратите внимание, что у меня всего три направления. Вы можете больше. Вы можете хоть все направления сразу выбрать. Это ваше право. Я даже больше скажу. Вы можете точно так же выбрать платное. Ну, давайте какое-нибудь платное добавим, чтобы было все-таки. И указать приоритеты, в том числе по платному направлению. Как работают при этом приоритеты? Если я указал, например, вот так, то в моем понимании у нас с вами все будет корректно. Обратите внимание, у нас приоритет номер один, приоритет номер два, три и четыре. Они идут последовательно друг за другом по убыванию баллов. Как неправильно? Ну, соответственно, дублирование приоритетов. Это неправильно. Что еще неправильно? Неправильно добавлять сюда направление, которое нам абсолютно неинтересно. Ну, допустим, вот это направление лично мне неинтересно. Я не хочу подавать на него документы. Я его здесь не указываю. Следующий момент. У вас может быть... Так, сейчас. У нас с вами вот, даже не может быть, а прямо по факту так и получилось, договор. Обратите внимание, стоит вторым приоритетом. Что это значит? Это значит, что абитуриент сначала рассматривается на свой первый приоритет, потом рассматривается на договор, потом рассматривается на свой третий приоритет. И если ему хватает баллов поступить на договор, то он зачисляется на договор. И при этом на следующий бюджет, на третье место, на четвертое место даже не рассматривается. Это очень важный момент. Я поэтому рекомендую, настоятельно рекомендую, сначала указывать бюджетные места, а потом уже платные места. С другой стороны, если вы заинтересованы в каком-то одном конкретном направлении то наверное есть смысл сразу же на него ставить первым приоритетом например платная да и ну сначала можно бюджет испытать судьбу попробовать пройти на бюджетное место потом уже платная для того чтобы в случае чего сразу стать зачисленным по ходу дела следующим шагом у нас сами будет анкета абитуриента сюда абитуриент вводит персональные данные такие как номер телефона просто телефон рабочий телефон не будем вносить смотрим только обязательные поля для заполнения удостоверение личности паспорт номер код подразделения так и пол даты рождения это понятно место рождения указываем например москва адрес регистрации у вас очевидно то что более плотно будет заполнен документ адрес если совпадает с адресом регистрации включаем галочку если снилс есть включаем галочку и подаем снилс если нет то будем уже своими силами до снилс и больше не было что касается снилс если снилс есть мы указываем что у нас есть вводим номер я из головы сейчас придумывать ничего не буду потому что сумма не пройдет проверку я указываю банки готовы готовы снился у меня нету и мы готовы двигаться дальше документы о полученном образовании россия да вполне населенный пункт образовательная организация какая у нас там школа была не помню самая первая без разницы аттестат уровень образования серия номер обязательно ну допустим вот так сделаем и что у нас дальше дальше мы вводим количество оценок ну грубо говоря вот так степень отличия но в данном случае у нас отличия нет у нас есть оценки хорошо есть очень много оценок на 3 индивидуальные достижения этот раздел мы не трогаем он для технических специалистов общежития общежития у нас для обучающихся по программам колледжа не предусмотрено двигаемся к следующему разделу родители указываем как минимум одного родителя давайте кому-нибудь тоже напишем удобная клавиатура прошу прощения виталий например вместо работы должность не трогаем год окончания как же так я не указал давайте у нас текущий год вот так будет вот так будет ростоверение так ну хорошо отлично дата выдачи что-нибудь такое дата рождения не знаю пусть у нас будет вот так опять таки в данном контексте не принципиально нажимаем далее телефон не указал телефон родителя как же так 8 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 один и тот же файл выберу без разницы какой есть у меня какой-то черновичок его везде загружу там где он обязателен для загрузки соответственно документа в образовании основной лист и приложения к документу другие документы сюда вы можете добавлять документы подтверждающие ваши индивидуальные достижения то есть те документы которые дают дополнительные баллы точнее преимущественное право это то что мы с вами до этого на сайте смотрели другие документы смотрели заявление нажимаете кнопочку печатать заявление формируется сейчас если откроется какой-то вот такой вот документик надеюсь откроется в этом же окне чтобы можно было его увидеть вот так вот выглядит ваше заявление вы ставите две подписи это заявление передается в приемную комиссию проверил тут все хорошо и получается что осталось нам только согласие точно так же нажимаете печать согласие после печати согласия печатаете его что логично непосредственно принтере как ваше заявление давайте тоже покажу как выглядит печатаете его подписываете сканируете и загружаете загружаете соответственно вот в это окошечко и нажимаем отправить документы в приемную комиссию так у меня как же так слетели документы которые я подвязывал сейчас придется заново прощелкать так что у меня не грузится вот загрузился отлично так соответственно нагрузили мы кучу кучу согласия у вас конечно же это будут другие документы и после этого отправить документы приемную комиссию вот так будет выглядеть заявление вот смотрите я подал 68 соответственно пока что статус заявление отправлено в приемную комиссию если я хочу внести в него изменения я вот сюда нажимаю на карандашик и соответственно эти изменения вот могу пощелкаться по страничкам могу внести любая страничка вперед на сад так давайте допустим не будем ничего менять нажмем назад перейдем в наше заявление вот так вот оно еще у нас выглядит если мы хотим в это заявление добавить какие-то дополнительные документы ну например мы вспомнили то что у нас не хватает какого-то документа подтверждающего индивидуальные достижения то мы сразу вот сюда можем нажать редактировать скан копии документов и загрузить необходимый нам документ если же если же мы хотим полностью отозвать документы ну допустим перехотели поступать то мы нажимаем вот сюда на ведерко и удаляем наш документ примерно вот таким образом и формируется подача онлайн заявлений на нашей странице так теперь я давайте переключусь обратно и посмотрю вопросы которые задавались по ходу моего полиставания как выглядит документ о результатах ОГЭ и представляет ли результат ГИА в форме ГВЭ так ну что касается результата ОГЭ то я к сожалению шаблон сейчас показать не могу единственное что знаю то что документы эти заказываются непосредственно в школе и уже в школе ставят на них в печати подписи подтверждающие то что документ оригинальный подаватель документа о наличии спортивного разряда что касается спортивных разрядов то как вы могли заметить дополнительных баллов за индивидуальные достижения не начисляется это первое второе то что при прочих равных условиях нету такого пункта поэтому смысл прикреплять такого рода документ ну наверное нету если заявление уже подано можно добавить документы надо отзывать заявление и подавать снова вот я показал если заявление еще не принято приемной комиссии то можно подгрузить если заявление уже принято приемной комиссии там будет другой статус тогда вы его удаляете и заново с нуля подаете если у вас скидки на платное образование например если брат учился в вашем вузе что касается обучения в колледже то на обучение в колледже скидки не предусмотрены какие условия договора о целевом обучении должны быть что касается условий то условия диктуются непосредственно предприятиями с которыми вы эти договора заключаете если предприятие готово заключить договор о целевом обучении с будущим студентом колледжа то в таком случае они просто такой договор заключают а в этот уже заключенный договор приносите к нам приемную комиссию и мы просто его сначала оцениваем а потом принимаем вот собственно и все если окончен 11 классов какой уровень образования указывать поступление в колледж идет исключительно на базе 9 классов поэтому указывайте в любом случае 9 классов и аттестат мы учесть можем только за 9 классов по поводу не ответил не ответил не ответил выпускной экзамен он у нас в правилах приема не прописан как скажем так экзамен влияющий на аранжирование списков поэтому его показывать смысла нету нужна нужна ли справка 86 ум для поступления в колледж да обязательно в обязательном порядке мы эту справку оформляем точнее вы оформляете а мы принимаем вас за полное заявление надо распечатывать и подписывать конечно я показывал заявление сейчас давайте еще раз покажу вот так вот нет и вот так у меня есть одно скачное у меня есть одно скачное нажимаете ну вот нам говорят все данные нужно заново внести и отправить потому что я не могу заново перепечатать заявление просто из-за проблем с демонстрацией есть вот определенные сложности в общем там у вас будет два пункта давайте сейчас попробую иначе включить демонстрацию экрана чтобы можно было это дело посмотреть так демонстрация сейчас я быстренько остановлю показ и включу демонстрацию уже другого окна да вот так оно выглядит соответственно вот такое заявление здесь будут ваши конкурсы вот по порядку расстановки приоритетов указаны соответственно здесь вы ставите первую подпись и здесь вы ставите вторую подпись здесь второй подпись вы подтверждаете факт ознакомления с определенной нормативной документацией давайте посмотрим где эта нормативная документация находится чтобы опять таки у вас не возникало никаких вопросов снова сейчас меню демонстрацию экрана так включим вот этот браузер и вернемся в приемную комиссию на сайт приемной комиссии главный сайт официальные документы и в официальных документах вот у нас есть три раздела которые позволяют нам понять какие именно официальные документы у нас присутствуют помимо всего прочего мы с вами можем посмотреть официальные документы вот здесь во вкладочке нормативные документы тоже щелкаем и здесь у нас правила приема устав организации выписка из реестра лицензий и выписка из реестра государственных аккредитаций соответственно все важные документы которые только могут потребоваться для ознакомления для целевого обучения возможно ООО смотрите что касается оплаты то оплата отдельно будет оформляться с управлением платных образовательных услуг и там уже вопрос оплаты полностью они берут на себя ну скажем так не вопрос оплаты а курирование вопросов оплаты поэтому я сходу даже и не отвечу это не скажем так не формат подачи документов это чуть-чуть другой вопрос обычно эти вопросы обсуждаются непосредственно с управлением платных образовательных услуг следующий вопрос потом прикрепляем скан да вы печатаете подписываете и загружаете скан как подать заявление без оригинала аттестата об образовании ну вот к сожалению без оригинала аттестата об образовании вы подать документы не можете потому что аттестат является самым важным документом при подаче ну не самым важным таким же важным как и паспорт по сути то есть без аттестата вы подать не сможете Если вы подаете документы и вместо аттестата, ну вот как я сейчас, загрузите какую-нибудь там картиночку или неправильный документик, то такое заявление попросту не примут, не обработают. Договорно-оплатное обучение заключается между родителем и колледжем или с абитуриентом. Ну абитуриент у нас несовершеннолетний. В первую очередь рассматриваем заключение с родителями, конечно же. Так, вижу еще вопросы во вкладочке «Вопросы» у нас есть. Так, ну про 11 классов я ответил. Конечно же, поступление только на основании 9 класса, даже если выпускник 11 класса. Справка 086У, как я уже сказал, да, обязательная. И учитывается ли волонтерская книжка при поступлении? Очень хороший вопрос. Вот если бы вы поступали на программы высшего образования, то есть на бакалавриат специалитет, то волонтерская книжка бы учитывалась, и вы с помощью нее могли бы получить до 8 баллов. Но, к сожалению, при подаче документов в колледж мы не начисляем баллы за индивидуальные достижения. И в связи с этим волонтерскую книжку мы также учесть не сможем. Количество оценок на 3, 4, 5 указывается из всех оценок аттестата или интересует сокращенный перечень предметов. Вы указываете все оценки аттестата. Именно поэтому все оценки, они формируют средний балл. И на основании среднего балла как раз-таки проводится конкурс. В случае равенства баллов мы в таком случае уже можем смотреть баллы за ключевые предметы. И ранжировать по баллам за ключевые. Справка 086У. Так, сейчас, коллеги, буквально секундочку. Да, вот как раз-таки узнавал касательно справки. Смотрите, вы сначала подаете документы для поступления. После этого проходите через конкурс и зачисляетесь. А дальше, вы, когда уже видите себя в списках зачисленных, вы видите также контактную информацию. Контактную информацию, ну, если это высшее образование, то учебные отделы, колледж, соответственно, тоже контактная информация предоставлена. Будет также на сайте приемной комиссии у нас вывешена информация для поступивших. И там будет указано, что и куда необходимо будет отнести. И, соответственно, вот эту справку нужно будет предоставить в колледж до 1 сентября. Почему? Потому что с 1 сентября начнутся занятия по физкультуре. А для допуска к занятиям по физкультуре справка по форме 086У обязательно. И вот чтобы не пропускать, справку нужно подготовить заранее. Если же справки у вас не будет, то вы не будете допущены до занятий. Если не будете допущены до занятий, то, соответственно, будут копиться прогулы. А зачем вам это? Если лучше заранее подготовиться и подготовить справку. Да, все дисциплины. Все дисциплины учитываются. При подаче заявлений можно его сохранять в черновиках, а потом редактировать. Конечно, можно. Не обязательно отправлять сразу заполненное заявление. Я даже больше скажу. Если вы заполните заявление и случайно про него забудете, то придет уведомление на почту через 3 дня после формирования вот этого черновика. Это в первую очередь нужно для того, чтобы не было ситуации, когда вы подумали, что отправили заявление, а оно по какой-то причине не отправилось. Поэтому да, заходите, редактируете черновик и отправляете документы. Так, посоветуйте программу обучения для среднего балла в аттестате 4.0. Ну, смотрите, в первую очередь надо смотреть баллы прошлого года. Если оценивать... Ну, давайте я прямо сейчас, прямо на презентации сделаю. То есть, как это лучше сделать. Всем будет полезно, как оценивать свои шансы. Мы с вами... Так, давайте вот так сделаем. Переходим на сайт приемной комиссии. На сайте приемной комиссии гид по специальностям. В гиде по специальностям выбираем среднепрофессиональное образование. И вот здесь, что мы видим? Вот у нас столбец, проходной балл на бюджетные места в прошлом году. И вот если мы смотрим бюджетные места, ну, обратите внимание, у нас 4.5, 5, 4.6, 4.7, 4.3, 4.2. Ну, давайте вот самый низкий проходной балл у нас 4.2. Это 12.02, 0.9 направление. И посмотрим динамику. Ну, вот в 2021 году у нас... Ну, не совсем правильный график, конечно. Не переживайте, мы в ближайшее время этот график поправим, чтобы вам было удобнее с ним взаимодействовать. Проходной балл был 3.96. Ну, вот, соответственно, видите, вырос. Как конкурсная ситуация покажет себя в этом году, предугадать сложно. Возможно, чуть упадет. Может быть, вырастет еще больше. Возможно, придется отталкиваться от платного обучения. То есть, опять-таки, я ничего не навязываю, исключительно вот отталкиваюсь от статистики. Справка об результатах ОГЭ. Нужно сделать через школу, которую окончил абитуриент. Да, школа эти справки как раз-таки формирует, и вы эту информацию подаете вместе с документами. Нам эта информация очень сильно поможет облегчить вам жизнь при ранжировании ваших списков. Так, проходные на платные места. Сейчас, буквально секундочку, я постараюсь найти у себя эту информацию. Так, ну, вот мне коллега подсказывает то, что средний балл по всем специальностям был 4,2. Это вот последний минимальный балл на платное. После колледжа как поступить в ВУЗ? Смотрите, на самом деле, на текущий момент, почему говорю на текущий момент? Потому что ситуация каждый год меняется, и мы не знаем, что будет в следующем году. У нас в этом году радикальные изменения в приеме на программы бакалавриата и специалитета, поэтому тут не хочется зарекаться над тем, что будет дальше. Поэтому говорю, как есть сейчас. Непосредственно сейчас выпускники среднего профессионального образования имеют возможность задавать внутренние вступительные испытания при поступлении на программы бакалавриата и специалитета. Эти внутренние вступительные испытания формируются на основании программ подготовки, специальностей, которые проходят обучающиеся непосредственно в колледже и соответствуют их уровню образования. Соответственно, за прохождение этих вступительных испытаний начисляются баллы по стобальной шкале, сдаются три таких письменных вступительных испытания, которые приравниваются трем с данным ЕГЭ. И там, и там, по сути, максимум это 300 баллов, соответственно, это общий конкурсный список и поступление в ВУЗ. То есть единственное преимущество – это возможность сдавать внутренние вступительные испытания. Но, опять-таки, сейчас потихонечку все идет к тому, чтобы абитуриенты сдавали ЕГЭ. То есть возвращались в школу, записывались на сдачу ЕГЭ и сдавали ЕГЭ. И, в принципе, сдача ЕГЭ – это очень хорошая возможность для вас. И вот вы не поверите, я прямо сейчас веду трансляцию как раз-таки из нашего колледжа, из колледжа программирования и кипербезопасности. Почему? Потому что я выпускникам колледжа сегодня тоже вел своего рода презентацию. И вот прямо сегодня получил вопрос от одного из выпускников, который говорит, вот я три года подряд сдавал ЕГЭ по трем предметам, а будут ли учитываться мои результаты? Вот обратите, пожалуйста, внимание, в течение трех лет молодой человек записывался на ЕГЭ и сдавал ЕГЭ. То есть у него есть результаты по трем предметам за три года, что как бы замечательно. Он мало того, что может поступить по внутренним вступительным испытаниям, он также может использовать результаты ЕГЭ. И при подаче документов на интересующее его направление в рамках высшего образования он может выбрать высший балл. То есть если он, допустим, сдавал информатику ЕГЭ, и за ЕГЭ у него, допустим, за три года, там сначала было 50 баллов, потом 60 баллов, потом 70 баллов, а потом он сдал вступительное внутреннее испытание, письменное, в УЗИ на 65, то он может использовать 70 баллов ЕГЭ. Таким образом, его суммарный балл становится больше, и он таким образом повышает свои шансы на поступление. Какой период действует ЕГЭ? Год сдачи плюс еще 4 года. Поэтому записываться на ЕГЭ, пробовать его сдавать, оценивать свои силы, шансы, уровень подготовки – это более чем правильно. Поэтому молодой человек, который мне этот вопрос задал, он меня прям вот поразил в хорошем смысле этого слова. Так, у нас еще один вопрос в разделе «Вопросы» появился. Так, мы получаем аттестат 30.06. На 01.07 записались на личное посещение для подачи оригиналов. Обязательно ли подавать заявление через личный кабинет? Коллеги, друзья, я на самом деле не проговорил один момент, позвольте, я это сделаю прямо сейчас. Вот тот путь, который я вам показал в личном кабинете, где вот мы пошагово заполняем информацию о себе, этот же путь, по сути, придется заполнять и в приемной комиссии. Единственное различие в том, что заполняя эти данные в приемной комиссии, то есть точно так же садитесь за компьютер, входите в свой личный кабинет, вводите данные, вам будет помогать наш оператор, который поможет в случае какой-то технической проблемы, который поможет, если вдруг какие-то вопросы по заполнению, то есть окажет консультационную поддержку, которая у вас может не оказаться дома. Но при этом вам ничего не мешает дома точно так же заполнить заявление, распечатать, подписать, отсканировать, приложить документы и прийти только на подачу оригиналов. Поэтому, отвечая непосредственно на ваш вопрос, у вас вопрос, то есть вы посещение для подачи оригиналов выбрали. Если вы выбрали именно подачу оригинала, то это отдельный талончик, отдельная очередь будет, предполагающая то, что у вас уже заведен личный кабинет и подано онлайн заявление. Если же вы не подали онлайн заявление заранее, то в таком случае лучше перезаписаться на просто подачу заявления. И в рамках подачи заявления вы сможете точно так же подать и оригинал, то есть тут поступить как вам удобнее. Что касается регистрации, регистрация позволяет, я не помню уже, если честно, говорил или нет, с меньшим количеством кривом мысли формирую, формулирую меня тоже уже вечер, соответственно, предварительная запись позволяет меньше времени проводить в очередях. То есть огромнейшее количество абитуриентов придет без предварительной записи, поэтому предварительная запись играет вам всем на руку. Но при этом еще больше сыграет вам на руку, это правильный выбор категории предварительной записи, на которую вы, соответственно, планируете, то есть на ту услугу, которую хотите, чтобы вам оказали. Если я поступаю в колледж программирования и киберобезопасности, а затем поступаю в университет РТУ Мира, то условия поступления такие же, как в ВУЗ. Ну, университет РТУ Мира – это ВУЗ, верно? Поэтому условия, я вам рассказывал, как раз-таки именно условия поступления в ВУЗ. РТУ Мира – один из многих ВУЗов, которые вам доступны. Поэтому, да, стандартные условия. И единственное, есть еще такое, скажем так, такое преимущество у выпускников колледжа – это, по сути, ускоренное обучение, это не обязанность ВУЗа, это возможность абитуриента, то есть получить такую опцию, даже не абитуриента, а уже обучающегося студента. Зачисление в любом случае после колледжа производится на первый курс, это, ну, порядком приема так заложено, и мы не можем с этим ничего поделать. И, соответственно, после подачи документов, после зачисления обучающийся приходит в учебный отдел и пишет заявление в учебном отделе о, скажем так, с просьбой сокращения периода обучения. После этого заявления оцениваются его результаты из колледжа, то есть те дисциплины, которые он сдал, и оцениваются, какие дисциплины в рамках высшего образования можно таким образом зачесть. И таким образом сокращается программа обучения в рамках высшего образования. То есть часть дисциплины вам зачтут условно, там, какую-нибудь, грубо говоря, там, может быть, информатику, там, русский язык, ну, грубо говоря, и вы на несколько предметов будете ходить меньше. Например. Кто-то, в принципе, отказывается от этого. Почему? Потому что поступление на первый курс, оно предполагает своего рода и социализацию, верно? Потому что новая группа, все только друг с другом знакомятся, и такое сокращенное обучение, скажем так, оно имеет одно негативное последствие. Это то, что человек выпадает из коллектива. И очень многие, они отказываются от этой опции, просто как раз таки потому, что они вливаются в коллектив, им интересно ходить вместе на занятия, интересно быть в компании, то есть в кругу друзей, и поэтому сокращенка им неинтересна от слова совсем. Так, а если ЕГЭ по одному предмету в первый год сдано хуже, чем во второй? Первый аннулируется? Ну, смотрите, он не аннулируется как таковой, просто при подаче документов мы учтем высший результат. Ну, мы в приемной комиссии все-таки люди адекватные, мы понимаем, что если у вас разные баллы, то нет смысла вам нижний балл засчитывать. Мы будем засчитывать вам высший балл, то есть в пользу вас как абитуриента, чтобы вам было проще поступить. Поэтому, да, вот я почему и сказал, то, что меня очень поразил молодой человек, он три года сдавал, соответственно, какой у него простор для выбора результатов. Самый лучший результат за три года, плюс за сданные вступительные письменные испытания он может выбрать. Лучший результат из четырех попыток, это же замечательно. Так, я смотрю то, что нас с вами в онлайне становится потихонечку все меньше и меньше. Еще, кажется, у меня зависла камера. Ничего с этим не могу поделать, включение и отключение камеры не помогает. Ну, главное, что меня слышно, а я надеюсь, что меня слышно. Отметьте, пожалуйста, слышно меня или не слышно? Слышно. Замечательно. То вот начал переживать. Вдруг я в пустоту рассказывал, нужно было бы все это повторить. Я бы, конечно, повторил бы, но было бы жалко вашего времени, то, что вы все это время сидели и слушали тишину. Итак, соответственно, давайте я поделюсь с вами, наверное, последним кладезем знаний, которые вот у меня доступны, сохранены, отложены напоследок. Это страница контакты. Соответственно, странички контактов. Что мы с вами видим? В первую очередь, это вот она, это карта. Карта, как пройти в приемную комиссию. Станция метро Юго-Западный. Вестибюль. Первый вагон из центра. Выход направо в сторону торгового центра. После этого вы переходите через дорогу, через КПП проходите на территорию вуза и доходите до здания детского технопарка «Альтаир». Там же будет производиться подача документов. Помимо всего прочего, у вас есть вот такие вот контакты. Телефон для справок, электронная почта и онлайн-консультант. Онлайн-консультант, он прямо в окошечке в браузере появляется, можно практически в любое время любой вопрос задать. Обратите внимание, почему говорю практически в любое, ну потому что ночью вам не ответят, но утром, как только ваше обращение прочтут, вам обязательно ответят. Помимо всего прочего, у нас есть группа ВКонтакте, в Телеграме, Яндекс.Дзен, Одноклассники, Рутюб, огромнейшее количество контента мы для вас постоянно создаем, чтобы вам было удобно и интересно. Помимо всего прочего, у нас у нас есть неофициальные чаты со студентами, есть колледж программирования и кибербезопасности с чатиками ВКонтакте и в Телеграме. Тоже можно зайти, пообщаться, позадавать вопросы. Тут уже предостерегаю родителей. И так как чаты неофициальные, то там очень много сообщений, потому что в первую очередь общается молодежь. То есть именно вот дети, которые хотят поступить, обучающиеся, которые учатся на программе, поэтому там прям вот нет такого-то, что структурировано. Задали вопрос, получили ответ, кто-то еще задал вопрос, получил ответ. Там прям вот все вперемешку, огромнейшее количество сообщений. Но зато можно в неформальной, неофициальной обстановке обсудить интересующие вас вопросы с теми, кто прямо сейчас по сути проходит через вот эти вот программы обучения. Переключаюсь на снова демонстрацию и смотрю, есть ли какие-то вопросы еще. Есть ли возможность перейти с бюджета одного факультета на бюджет другого факультета? Такая возможность есть, но, пожалуйста, обратите внимание, бюджет и перевод на бюджет возможен только в том случае, если есть вакантные бюджетные места. То есть вы сами понимаете, если мы на 25 мест набрали 25 студентов, и они обучаются, то 26 места там нет. Так, обучение происходит в одну смену или допускаются две смены. Одна смена, начало обучения, если я верно помню, в 8.45. Вот мне прям подсказывают рядом, большое спасибо. Почему в 8.45? Потому что здесь тоже достаточно сложно. У кого-то из коллег, из соседей обучение начинается в 8.30, у кого-то в 9.00. И вот чтобы вам разгрузить чуть-чуть дорогу, чтобы вы не толкались в метро, в колледже обучение в 8.45. Кажется, что на 15 минут раньше, то, что не очень комфортно может быть, но зато ехать, уверяю вас, комфортнее. Так, тут уже прям вопросы по колледжу пошли. Есть ли стипендия в колледже? Стипендия есть? Нет, нет. А размер стипендии подскажите, пожалуйста. Размер не такой большой, там уже есть стипендия, но надо стараться учиться, и правительственные стипендии достаточно высокие, кто учится, не отлично. Ну вот я продублирую. Есть стипендия 1000 рублей, для отличников, возможно, правительственная стипендия, сумма которой достигает до 5000 рублей. Есть ли в колледже столовая? Ну, а к началу учебного года? К началу учебного года ожидаем то, что будет вас в столовой встречать вкусными котлетами. Так, друзья, есть ли еще вопросы у родителей, у абитуриентов? Мне кажется, что поступление – это такой сложный процесс, и хоть мы и стараемся всеми силами вам его облегчить, и информацию на сайте демонстрируя, и вебинары проводя, но мне кажется, что все равно вопросы всегда останутся. Если меня зачислят, кто со мной свяжется для дальнейшей навигации? Ну, как я уже сказал, в первую очередь на сайте мы отобразим информацию для зачисленных, поэтому как только вы увидите себя в списке зачисленных, мониторьте сайт на наличие информации, а там уже все будет, все номера, пароли, явки, все мы для вас продемонстрируем. Самое максимальное количество пар в чате интересуются. Сколько может быть подряд? Ну, самое максимальное – 4. Максимально – 4 пары подряд. В среднем – 3 пары. А суббота? Суббота учебная? Суббота – выходной день. Смотрите, как замечательно. Очень многие школы по субботам учатся, а у нас в колледже суббота – выходная. Обучение в здании на Первом Щепковском. Да, вот я прямо здесь сейчас и сижу сейчас. А вот на Юго-Западной, на 78, там уже будет обучение, если вы поступите к нам в ВУЗ после колледжа. Итак, друзья, я думаю, что нам с вами потихонечку нужно уже закругляться. Я мучаю вас уже больше часа. Я вот на демонстрации отобразил контакты, по которым вы в любой момент можете задать интересующие вас вопросы. И мои коллеги обязательно на ваши вопросы вам ответят. Я же со своей стороны прощаюсь с вами. Благодарю вас за присутствие. Надеюсь, что информация для вас была полезна. Надеюсь, что вы все будете зачислены на те места, на которые вы рассчитываете. И желаю вам хорошего вечера и приятных выходных. Друзья, всем всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!